итак приветствую всех дорогие друзья с вами канал неизвестный фэн-шуй и я его ведущий дина орехова сегодня мы продолжаем тему похудения мы уже разобрали с вами достаточно много вопросов это и причины по которым появляется лишний вес это и возрастные особенности это и типажи всевозможные мы мельком пробежались и вы понимаете что на сегодняшний момент для того чтобы решить вопрос похудения особенно если вам уже за определенном возрасте вы находитесь до 18 большим большим плюсом то очень многие факторы нужно учитывать чтобы получить определенный результат раз или вообще чтобы такого проблемы у вас никогда не возникал и чем мне нравится китайская медицина и китайская диетология что она как раз в прежде чем предложить решение какого-то вопроса будь то связанное с лишним весом будь то связанного с вопросами о здоровье она учитывает все факторы это они учитывают и сезон и возраст и пол и типаж и место проживания человека и только тогда предлагают ему решение его проблемы и согласитесь что ни одна диета сегодня этого не предлагает поэтому результаты многих женщин совершенно не радует и все результаты ведут к очень негативным негативным последствиям и между причиной вернее между диетой временем когда вы используете эту диету и результатом который негативный может наступить после использования той или иной диеты проходит определенный период времени и вы очень часто даже не будете думать о том что вот именно вот это на этом этапе жизни и явилась корнем тех или иных проблем в том числе и проблемы лишнего веса поэтому узнавайте себя и и когда принимаете решение все-таки учитывайте многие факторы прежде чем принять окончательное решение не зря говорят да семь раз отмерь один раз отрежь все-таки есть мудрое зерно в народных именно мыслях которые нам сегодня тоже дают возможность задуматься над тем что хорошо да а что все-таки нужно немножко остановиться и так женщина дерево что это за типаж такой женщины ну если чтобы понять так как очень хорошо что мы начали как раз самого первого потому что у нас кольцо порождение именно начинается с дерева по пяти элементам и я являюсь таким представителем этого дерева перед вами как это определяется но самое простое это определить по китайскому гороскопу который называется бадзи да и именно как раз элемент личности у меня он дерево именно как раз он является одним из показателей типа жам что я являюсь именно таковой плюс конечно я на данный момент нахожусь в определенном возрасте да что это тоже добавляет определенные нюансы потому что мы не всегда у нас происходит определенные коррективы но тем не менее основное что является причиной многих неприятностей в нашем в тех или иных вот вопросов частности например похудения все-таки определяется типаж типаж женщины кто такие женщины дерево да как они очень часто выглядят это очень часто именно достаточно стройные девушки очень часто высокие длинноногие у них для удачи им хорошо иметь длинные волосы ходить на каблуках они очень часто такие жизнерадостные улыбающиеся дружелюбные и у них часто очень много друзей эти этот тип а женщин достаточно независимый да им нужна определенная свобода и вот нам достаточно тяжело держаться вот определенных рамках да вот если работать где-то по найму там где жесткий график там с 9 до 18 или там еще какой-то да вот я просто по себе понимаю что мне это достаточно достаточно сложно да у меня есть свое независимое мнение и соответственно мне нужна определенная свобода эти женщины любят движение такой тип приключения то есть не зря вот они такие спортивные ну это как было знаете в теории я не говорю что это может быть у всех но если мы говорим о теории как это желательно бы ярый представитель такого типажа выглядят то да они такие активные мобильные то есть куда-то надо быстро подхватились побежали я никогда например если еду в метро я никогда не по эскалатору не спускать по лестнице то есть я всегда бегу у меня всегда не жду если мне нужно там проехать одну-две остановочки я никогда не жду я лучше пробегусь потому что вот мне ждать вот это мне достаточно тяжело а движение ну подумаешь пробежал тут немножко это лишний повод подвигаться тоже хорошо вот таких женщин очень часто меняется настроение то есть от минуса к плюсу или от плюсок минуса почему потому что самый уязвимый орган у женщины типа дерево это печень именно печень ее воздействие на нас в том числе да оказывает воздействие вот на эту проблему ту или иную связано либо со здоровьем либо с похудением да с лишним весом потому что печень достаточно важный важный орган она в ней концентрируется очистительная функция раз да то есть вот 7 какие-то нехорошие вещества там у нас проходит вот вот эту чистку да соответственно если печень плохо работает то мы наш организм зашлаковывается кровь стоит грязная да какую информацию передает соответственно если печень ненормально самая сразу эмоция которая начинает действовать это гнев это злость это обида да поэтому не зря многие женщины которые сидят на диете вы наверное замечали они стают злыми такими вот и все раздражает их на все они сразу вспыхивают да почему потому что как раз очень многие диеты сейчас мы по немножечко об этом поговорим как раз имеет очень сильное воздействие на печень и для женщин типа дерево это особо особо ощутимо поэтому если она ощутила женщина такая вот такой негатив она во первых начинается плохо чувствовать если тем более у нас уже после 40 определенные проблемы существуют в организме мы уже не кристально чистые как младенцы да и она вряд ли досидит на той диете которую вот например ей кто-то предложил потому что она просто чисто энергетически почувствует и физически в том числе почувствует себя плохо эти эмоции часто связаны знаете такими материальными вещами то есть например материальная дата например связано с деньгами вам зарплату недоплатили или кому-то больше заплатили чем вам или муж там не купил шубку которую вы у него просили или вы считаете с вашей точки зрения что к вам неправильно относятся и вот именно вот это все зарождает вот эти негативные эмоции и самое вот их начинается движение не очень хорошее тогда когда мы на печень начинаем влиять и соответственно эмоция запускает многие другие факторы которые разрушают наш организм потому что очень многие проблемы имеют психосоматическую почву вы наверное читали и когда вы почитаете вот многих таких там луиза хейджа каренцев да то там очень интересно написано тех мыслях мыслеформах эмоций которые сопровождают увеличение лишнего веса соответственно если у нас есть определенные причины откуда появляется что то решать этот вопрос получается смотрите достаточно легко то есть надо убрать то что что воздействует на нашу печень то что ее делает злой то что негативно влияет на наш организм в плане вот этой же той же зашлаковки потому что да у нас во многих шлаки токсины вот эти тоже тоже накапливаются теми же килограммами поэтому получается что решать вопрос нужно именно теми же материальными вещами то есть естественно не деньгами да как эмоции какие действуют именно да а материальные вещи какие это питание раз это режим дня да два это вот трава такая вот терапия это массаж то что вот материальное то что ощутимо и именно как раз вопросу питания и вопросу режима дня женщине дерево нужно обратить особое внимание да давайте про питание немножко поговорим что же раздражает печень что на нее очень сильно влияет самое первое что влияет на печень это кисломолочные продукты очень во многих диетах кисломолочные продукты проходят вот буквально красные линии и когда вы говорите худеющий знаете дорогая девушка вы себе наносите вред и возможно через какое-то время у вас вообще появится такая такое последствие что вам тяжело вообще будет похудеть они на меня машут руками говорят не учите нажать помогите материально нам вот здесь вот по телевизору да всегда говорят о том что молочка вообще-то это достаточно полезный продукт скажу вам дорогие мои не все что нам говорят по телевизору и то что рекламируют нам известные люди это очень хорошо уже очень давно известно влияние кисломолочных продуктов вообще на организм взрослого человека и когда нам говорят о том что для укрепления косточек например да нужно вот это кисломолочные продукты да соответственно смотрите сколько их едят те же люди пожилого возраста и много ли идет укрепление костей кто больше всех ломает кости именно как раз люди пожилого возраста да при падении это уже стоит задуматься а так ли это вообще полезно и на сегодняшний момент вот создается такое впечатление что когда рекомендуют врачи нам что-то они выполняют заказ именно молочной индустрии которая именно продвигает сейчас на рынок вот эти наши молочные кисломолочные продукты и польза кисломолочных продуктов возможно есть в определенный период времени об этом мы немножечко попозже поговорим и как раз именно кислые продукты в том числе кисломолочные продукты все цитрусовые очень много цитрусовых ананасов там плюс киви да вот во всевозможных диетах это все в первую очередь бьет по печени и поэтому женщине типа дерева при таком ядерном воздействии на самый уязвимый свой орган сразу она начинает ощущать недомогание то есть ей сразу же начинает плохо становиться она начинает злиться огрызаться и плюс вот это не очень хорошее ощущение поэтому сделайте для себя определенный вывод не все золото что блестит узнавайте немного больше чем вы слышите рекламы по телевизору и как раз для того чтобы женщина дерево похудела ей необходимо исключить воздействие на самый уязвимый ее орган это печень это пропитание второе мы про режим дня женщине дерево очень важно учитывать режим дня так как мы говорили в основном ее проблемы начинаются как раз на материальном уровне и эмоции ее являются чисто материальными и причины ее появления лишнего веса являются материальными то есть лечим мы решаем проблему не лечим решаем проблему именно материальными вещами и как раз режим дня он тоже является относится к этому когда вы утром едите кисломолочные те же продукты или свежевыжатый сок этот фреш у меня очень многие друзья это делают и так как у них уже проблема зашла достаточно глубоко они меня не слышат не слышат по другим причинам что у них уже просто вот это эго что они самые правильные и их мысли самые правильные ну как бы я знаю просто их проблемы знаю какие уже результаты вот этих всех фрешов и утренних завтраков йогуртами и творожками у них но как говорится человек сам должен взять ответственность за то что он приобрел те же лишние килограммы соответственно когда человек хочет он слышит он делает и у него есть определенный результат так вот завтрак дорогие мои должен быть женщины дерево обязательно но не кисломолочные продукты и никак не яблочные вот эти все даже яблочные ну всевозможные короче говоря соки с утра обязательно ей нужно завтракать кашей приготовленной не кнопки залитые там мюсли всевозможные а именно кашей приготовленной которая дает ей силы и которая утихомиривает эту печень и желательно завтрак чтобы был с 7 до 9 утра потому что это как раз самое лучшее время для того чтобы этот завтрак хорошо усвоился раз чтобы органы желудок и селезенка очень хорошо расщепили ее как раз достав из каши необходимые энергии для того чтобы мы деревья так сказать да могли в течение дня активно действовать и у нас на все хватало сил и всегда было хорошее хорошее настроение поэтому учет именно материальных факторов для женщины дерево очень важно тогда результат у нее будет ее радовать и бездумно относиться к диетам женщины дерево я бы не рекомендовала почему потому что вот как я говорю что здоровье это очень важно что у нас с вами есть и растрачиваем мы его очень быстро и многие болезни подкрадываются незаметно и мы даже не связываем их с нашим неправильным образом жизни с нашим питанием с нашим режимом дня я думаю что вы сделаете свои выводы женщины дорогие деревья да и в следующий раз мы поговорим о другом типе женщин женщине огонь это совершенно другой тип причины появления лишнего веса у нее совершенно другие соответственно способы подходы к решению данного вопроса будут совершенно другие на сегодня и тогда все если у вас возникают вопросы пишите их в комментариях под видео мы обязательно на многие вопросы ответим на наших ближайших встреч так на сегодня все всем пока пока с вами была я Дина Орехова до новых встреч